Всем привет! Я тренер по парусному спорту Сребная Татьяна. Представляю спортивный клуб Хазар и сегодня мы хотим рассказать о спортивной гоночной одежде яшесмены. У каждого яшесмена должна быть одежда на любое время года. Так как мы занимаемся круглогодично, от этого у нас такой комплект одежды. Гидрокостюм необходим каждому спортсмену. Он может быть с длинным рукавом, с длинной штанины, может быть с коротким, обрезным. Но у каждого должен быть такой костюм. Вот такой вот обрезной костюм. Это на более теплое время года, межсезонье. Это 3 миллиметра неопрена. К нему прилагается вот такая курточка. Ее можно одевать свободно и можно в комплекте с этими штанами. Можно одевать ветровку. Эта ветровка более легкая. В комплекте вместе с такой курткой с обрезными штанами. На ветровке у нас горловина плотно прилегает, прорезиненная, для того чтобы вода не попадала вовнутрь. Имеются манжеты прорезиненные, чтобы вода не затекала в рукава. И по поясу также прорезиненная, плотная, баска такая идет. На куртке имеется вот такой накладной карман. Это очень удобно для того, чтобы можно было туда положить веревочки, дельные вещи, блочки. Все то, что может понадобиться у нас в море. Имеется более теплая куртка. Верх ее такой прорезиненный. Здесь тоже наглухо закрывается воротник. Манжеты тоже у нас прорезиненные, очень плотно прилегают к рукавам. И также по поясу она плотно прилегает. Изнутри эта куртка флисовая, с такой прокладкой. Это на более теплое время года. Есть вообще зимний вариант. Я уже говорила, мы круглогодично выходим в море. И в зимний период, когда тренируемся или у нас соревнования, то одевают вот такие вот гоночные комбинезоны. Изнутри он с утепленной такой флиской. Это 6-миллиметровый. К нему прилагается точно такая же куртка. В комплекте одевается. Изнутри она тоже вот утеплена. Если еще холоднее становится, одеваем вот такую вот непромокаемую курточку. В более теплое время года мы одеваем вот такие вот обрезные штаны. Они тоже из неопрена. С задней стороны бедра имеются вот такие вот накладки. Эта жесткость служит нам при откренивании лодки, чтобы облегчить нагрузку на ноги. В летнее время мы одеваем дополнительно вот такую майку. Это лукра, ультрафиолет. Она отталкивает солнечные лучи для того, чтобы тело не обгорело. В зимний период обязательно одевается шапочка. Изнутри она тоже флисовая. Сверху пропитка водоотталкивающая для того, чтобы утеплить голову. В летний период мы одеваем кепки или же козырьки. У всех у них имеются шнурки, которые прикрепляются к воротнику, чтобы при ветре их не унесло, не потерять. Обязательно одеваются гоночные очки, тоже на шнуровке. Если их снесло, чтобы не потерять эти очки. Следующий комплект одежды – это обувь. Обувь имеет тоже большое значение. Это ботинки на жесткой подошве. Впереди ботинки у нас дополнительной такой накладкой, для того, чтобы когда гонщик откренивал, не травмировать ногу, было легче это делать. Есть также ботинки, как кеды, подошва в виде кед. Гонщики и спортсмены одевают перчатки. Эти перчатки с полными пальцами. На ладони здесь кожаная прокладка. Обычно такие перчатки одевают в зимний период, чтобы руки были защищены от холода. Есть перчатки с тремя глухими пальцами. Два пальца у нас открыты. Также эти перчатки с дополнительной кожаной накладкой на ладони, для того, чтобы не образовали жесткие мозоли во время выхода в море тренировки. Самый главный атрибут яхтсмена-парусника – это, конечно, жилет. Жилет выбирается по размеру. Здесь вот пишется размер и вес гонщика. Все жилеты должны быть надежные, сертифицированные, лицензионные. На этом жилете у нас также имеется кармашек дополнительный, куда гонщик-спортсмен может складывать свои дельные вещи – шкертики, блочки, мочки. Есть вот такой вот еще гоночный жилет. Он на замке. Также тут написан размер, вес спортсмена, чтобы он соответствовал безопасности. Сегодня я вам рассказала про одежду, которой нужна яхтсменам. С вами была Сребная Татьяна. Ждите нас в следующих видео, в следующих публикациях. До новых встреч!